Вдвое больше кукурузы, на половину меда и на треть других продуктов. Так выглядят согласованные Евросоюзом квоты на беспошлиный ввоз для ряда украинских товаров. Переговоры между евроинституциями были непростыми, однако результат оказался лучше, чем ожидалось еще неделю назад. Подробности у Елены Абрамович. Совет ЕС отстоял украинские квоты, которые Европарламент хотел сократить. Из списка исчезла только мочевина. Таким образом, возить в ЕС без пошлин в течение следующих трех лет можно будет больше меда, кукурузы, ячменя, пшеницы и обработанных томатов. На практике это означает, что эти продукты можно экспортировать без уплаты пошлин. То есть будет большое преимущество по отношению к конкурентам других стран, которые платят пошлины, а украинские экспортеры платить пошлины не будут. Увеличить квоты Еврокомиссия предложила еще в сентябре, так как украинские производители исчерпали годовые показатели по определенным товарам буквально за несколько первых недель года. Впрочем, беспошлиный список мог быть более существенным, считают эксперты. Нежелание Европарламента увеличить квоты на минудобрения и другую продукцию, как по мне, несправедливо. Речь идет о сферах, в которой украинский бизнес конкурентоспособен. И если ЕС хочет помочь преодолеть торговый дисбаланс, то должен в первую очередь дать зеленый свет товарам, производство которых на высоком уровне. В любом случае, зеленый свет от Евросоюза уже помог Украине. Экспорт в страны ЕС вырос за полтора года на четверть, а повышение квот по подсчетам украинского Минэкономики позволит увеличить его еще на 100 миллионов долларов. Тут надо понимать, что 96% всего украинского экспорта уже идет почти два года беспошлино на рынок ЕС. Квоты введены только на 36 категорий товаров. Из них 9 категорий было использовано заранее. И теперь на 89 этих категорий квоты повысили. Замен же от Украины ждут активной, а главное реальной борьбы с коррупцией. Обещают скрупулезно мониторить, честно ли используются предоставленные преференции. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер.